Здравствуйте! Рабочая неделя только началась, и вот впереди снова выходные. Хорошо для тех, кто не отдохнул на прошлых выходных или еще не втянулся в рабочую неделю. Афиша предлагает нам 4 мая посетить стадион «Текстильщик» и посмотреть домашнюю игру команды красно-черных против соперников из Орехова Зуева команды «Знамя труда». Начало в 18.30. 5 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе на Коханском шоссе пройдут соревнования в памяти офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это будут силовые единоборства. 6 числа состоятся соревнования под Зюдо в рамках Кубка губернатора и первенства региона. Приглашаются все желающие. Начало в 11.00. О других спортивных и развлекательных мероприятиях расскажем прямо сейчас. Квесты бывают разные. Страшные, интригующие, удивительные. Этот, ко всему прочему, еще и технологичный. Задача участников – разгадать загадки, которые таятся в комнатах и по итогу, если все будет сделано правильно, провести обряд. Гостей ждут сложные головоломки, уникальные, почти живые механизмы и красивые декорации. История нашего квеста тесно переплетена с созданием, в котором мы находимся. А находимся мы в создании старого драм-театра. Соответственно, можно сказать, что он основан на реальных событиях. Будет интересно всем от мала до велика, потому что в нашем квесте уровень страха можно назвать средним. То есть у нас нет актера, за счет чего самым пугливым будет поспокойнее у нас, чем в квестах перформанса. Команде участников дают 90 минут на то, чтобы узнать историю помещения и понять, что же в нем произошло. Сценарий один, но от действий игроков зависит многое. И сделать квест незабываемым в ваших руках. Погружение в мрачную, мистическую, но такую манящую атмосферу гарантировано. Когда выстраиваешь какую-то цепочку правильно, действительно все срабатывает само. Нет ощущения того, что кто-то за тебя что-то делает. Действительно, ощущение каких-то нахождения призраков или чего-то такого сверхъестественного. Действительно, вот это ощущение, оно дорогого стоит и захватывает. Возможность провести время с семьей, послушать джаз, блюз или классику, а еще воспитать в себе меломана дают организаторы необычного проекта «Играем в музыку». Гости – мама и папа с детьми. Для них выступают ивановские артисты. Никаких ограничений нет. Малышам можно прыгать, бегать, танцевать и подпевать. Во-первых, это общение с другими детьми. Это новое знакомство с музыкой, потому что всегда здесь встречает нас новая программа. Например, сегодня джазовая тематика, такого еще не было. Это то, что я сама, наверное, не придумаю, не расскажу ребенку, куда она. Концерты, прежде недоступные маленькой публике, теперь ближе. Услышать можно струнный ансамбль, выступления, народников. Периодически в гости к проекту приезжают труппы самобытных кукольных театров со всей страны. В искусстве нет ограничений. И, наверное, нужно воспитывать это с молодых ногтей, с какого возраста, может быть, шести месяцев, может быть, с года. С того возраста, с какого маму готовы, наверное, воспитывать все ребенки. Любовь к искусству, к культуре. Можно водить в музей в 10 лет, а можно и в 2 года привезти. Я думаю, что будет интересно и тогда, и тогда. Такие проекты уже есть в крупных городах. Теперь вырастить маленького гения могут и ивановские родители. Для детей, безусловно, это и интересно, и повиновательно, и весело. Дети общаются, слушают музыку, развиваются. Конечно, я желаю всем ходить на такие мероприятия, развиваться вместе с детьми. Зрители в кинотеатрах на этих выходных ждут сразу две кинопремьеры. Константин Хабенский представляет широкой публике фильм «Собибор», который сам срежиссировал впервые в своей карьере и в нем же исполнил главную роль. Лента экранизирует исторический факт восстания в лагере смерти в Польше. Этот побег известен как единственный успешный за весь период Второй мировой. Немаловажную роль этого фильма имеет тот факт, что 5% от каждого купленного билета идет в фонд Константина Хабенского «Помощь детям с онкологическими заболеваниями». В двери праздника Победы 9 мая объявлено Днем национального кино. Будет увеличено количество сеансов фильма «Собибор». Также на экранах будут еще идти фильм «Тренер», который с успехом зашел в наших кинотеатрах, оставляет хорошие отзывы от зрителей. Эти выходные станут премьерными для самой масштабной экранизации кинокомиксов. Студия Marvel представляет «Войну бесконечности». На большом экране соберутся больше 30 супергероев. Бюджет фильма составит рекордные 500 миллионов долларов. Лента завершает третью стадию киновселенной. По слухам, с несколькими полюбившимися героями придется навсегда попрощаться. С какими – узнаем в кинотеатрах. Развязка близка. И в итоге половина землян останется в живых. Установится баланс. Основа мироздания. Надеюсь, память о вас не умрет. 5 мая в парке 905-го революции 905-го года состоятся городские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри, в которых примут участие школьники 12-14 лет, спортсмены и любители всех возрастов. Также всех приглашаем принять участие. Воскресенье 6 мая на парковке торгового центра «Ясень» состоится первый в городе фестиваль дачной культуры. Понравится огородникам, дачникам и всем сочувствующим. Начало в 11.00 будет выставка «Зона мастерских и много хорошей музыки». Поскольку мы не увидимся всю следующую неделю, напоминаю, 9 мая – красный день календаря, День Победы. В этот момент в городе будет происходить множество интересных и ярких мероприятий, на которые вы можете прийти сами или включить телевизор и посмотреть прямую трансляцию телеканала РТВ Иванова. Мы начнем с утра и покажем парад Победы, который пройдет у памятника героям фронта и тыла. Потом мы присоединимся к вам днем и покажем построение и шествие колонны бессмертного полка. Не пропустите! Выходные будут яркими, я надеюсь, запоминающимися. Обязательно увидимся!